Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы посмотрим на такой смартфон, как Vivo Next 3. Давайте начинать. Поехали! Многие из вас знают и, наверное, уже знакомы с компанией Vivo на территории России. Я знакомлюсь в первый раз и сразу с флагмана. Да, он прошлогодний, 2019 года. По стоимости сразу оглашу 59,990. Это, можно сказать, моё первое знакомство. Если хотите, называйте распаковкой. И мои первые впечатления об этом смартфоне. Приехали вот сюда к такой коробочке. Сама коробка выглядит следующим образом. Здесь у нас внутри только накладные, больше ничего нет. Итак, что мы видим? Видим мы, собственно, следующее. Вот такую вот коробочку. Здесь логотипчик Nex. И сразу видно, что три камеры. Коробка уже юзанная, потому что это для блогеров, для СМИ и тому подобных изданий. Для того, чтобы обозревали, что у нас на коробке. У нас на коробке всё написано на русском языке. Сияющая ночь. Модель Vivo 1912 Nex 3. Производство 0919. Давайте открываем. Коробка не так интересна. Что мы получаем за 59 тысяч рублей? Очень всё презентабельно выглядит. И, в принципе, мне нравится. Пока первое впечатление от того, как, соответственно, я открыл коробочку. То, что я пока вижу, мне очень нравится. Огромнейшая зарядка. Я думаю, что это Super Charge. Да, поддерживает Vivo Flash Charge 22,5 Вт. В комплекте есть. Также есть наушники. Это, в принципе, также радует. Выглядят они вот в такой вот коробочке. Чтобы понимать, как она открывается. Будет вообще хорошо. Да, здесь есть определённого рода зацеп. И вот, собственно, вот так вот они открываются. Наушники-гарнитура с 3,5-мм джеком. Значит, он здесь есть. Замечательно. Это пока сюда. Собственно, сам смартфон мы пока в стороночку. Ох, он и тяжёленький. Ванночка. Дальше. Что у нас есть дальше? Замечательно. За 59,990 нам кладут вот такой вот замечательный чехольчик в комплекте. Он уже такой немножко поюзанный. Но не перестаёт быть прикольным. Это какое-то софт-тач покрытие. Очень похоже на кожу. И, в принципе, ну, прикольно. Как минимум прикольно. Так, чехольчик тоже у нас есть в комплекте. Дальше. Документация в виде вот такой вот макулатурки. Обязательно есть скрепочка. Ох, давно я не распаковывал телефоны. Даже, можно сказать, забыл какое-то ощущение. Гарантийные сертификаты. Ну и, собственно, кабелёк. Что у нас за кабель? Ну и, естественно, это будет USB 2.0 с одной стороны и Type-C с другой стороны. Но, в принципе, я думаю, что за 59 900 это отличный комплект. В том понимании, что за эти же деньги можно приобрести, если из китайцев, то это, скорее всего, будут всевозможные OnePlus. Классы, опять же, это, если не из китайцев, то, естественно, это будут корейские Samsung'и или же американские iPhone'ы. У всех, кроме Samsung'ов, комплектация будет только провод, зарядка и смартфон. Чехлов, можно сказать, нигде нет. Поправьте меня в комментариях, если это не так. Так, коробочку сюда, чехольчик сюда. Ну и первое впечатление о смартфоне. Ну, он весь такой. У нас приготовлена у меня тряпочка. Во-первых, он офигеть какой большой. Что у нас по размерам? 6,89 это пиолет-экран. Waterfall это типа экран-водопад. Посмотрим, кстати, как у него с олеофобным покрытием. Он уже такой весь поюзанный. Кстати, установлена сразу, хочу заметить, установлена пленочка. То есть, я думаю, что вы также в комплекте получите пленку сразу на экране. Это очень хорошо. Она немножко напоминает такую полиуретановую, что ли. Ну, прикольно. Пленка есть, и это замечательно. Самое главное, что на этом смартфоне практически нет кнопок. Есть вроде как одна. Разряжен. Нет, не разряжен. И есть вот та вторая такая вот текстурка у нее. Немножко с ребрышками. Итак, первое впечатление от внешнего вида. Ну, во-первых, он черный. Да, сзади тоже у нас есть пленочка. Во-вторых, он выглядит футуристично. Даже сейчас, в 2020 году, он все еще выглядит клево. Вау? Ну, наверное, вау. То есть, я держал и Samsung, и iPhone. Первое впечатление. Собран очень хорошо. То есть, в руках. Ну, честно, мне не совсем понятно предназначение вот этих вот граней. И зачем нужен такой экран. Потому что, в принципе, изображение попадает в какую-то зону именно закругления. И, естественно, цвет, свет точнее, преломляется. И получается, ох, он и марки, блин. Его невозможно. Его, наверное, просто, ну, невозможно не запачкать. Он пачкается тупо от воздуха. Блок камер. Блок камер смотрится очень-очень красиво. То есть, чтобы вы понимали. Это вот такой вот кругляшок. Прям шикарно. Вот так вот это все, на самом деле, переливается. Но пачкается очень быстро. Что у нас есть? Да. Сразу хочу сказать, что правая у нас панель сенсорная. Есть кнопочки. Типа увеличение, уменьшение громкости. Побыстродействие. Пишу, что ты такой тупой-то. Давай так. Здесь уведомлений нет. Как нам зайти в настройки? Давайте сюда зайдем в настройки. Минутку. Попробую это все дело отнастроить на экране. Скажи привет, пацаны. Привет, пацаны. Вот тут уже сижу, монтирую видосик вам про Next3. И на этапе, соответственно, отбора кадров я понял, что, в принципе, есть небольшое мерцание. Но хотелось бы вам более детально показать именно дисплей. Как он выглядит. И этого не видно на картинке, которую я снимал непосредственно, когда только что распаковал телефон. Итак, что у нас по характеристикам? Ну, давайте начнем с технических характеристик. Это у нас 8128, где 8 это оперативная, 128 постоянная память. Snapdragon 855+, естественно, самый топовый и последний процессор. Блок из тройных камер на 64 мегапикселя с искусственным интеллектом. Выезжающая фронтальная камера, которая спрятана в корпус. И она выглядит следующим образом. Отлично, просто, просто отлично. И самое очень интересное, если на нее вот так вот надавить сверху, то она убирается. Звук при этом прикольный, как будто бы робот из Звездных войн. Есть ли наличие ложных срабатываний? Да, есть. Как первое впечатление от дисплея? Ну, если честно, он впечатляет своей величиной, контрастностью и вот этим вот всем. Потому что это действительно супер дисплей, но использовать каждый день пока еще спорная ситуация. Начинаю разбираться с сенсорными кнопками. Здесь есть тонкая настройка по силе их нажатия. Также начинаю привыкать к тому, что кнопки громкости у нас находятся... Вот видите, все равно немножко иногда не получается. Кнопки громкости у нас находятся сверху и снизу от рифленой кнопочки. С такой вот текстуркой напоминает такие ребра жесткости. Уже, видите, начинаю понимать, где находится центр уведомления. То есть он находится вот так вот снизу. Каким-то образом его вроде как можно перенести наверх. Сейчас переделал то, чтобы у нас были не кнопки управления на андроиде, а именно жестовое управление. Дисплейчик выглядит следующим образом. Ну давай. Максимальная яркость. Ну, действительно, максимальная. И пока общие впечатления, они двоякие. То есть мой посыл такой, что надо смартфон тестировать. И я хочу его сравнить. Не будет такого обзора, прям обзор-обзор и впечатления от использования. А будет тупое сравнение в стиле канала Gadget Money с iPhone 11. Вы скажете, вау-вау, полегче, Паша. Причем здесь вообще iPhone. Это же все-таки Next 3 от компании Vivo. Вот смотрите, какие углы обзора. Просто шикарнейшие. Действительно, картинка. Она как будто бы вот здесь вот на поверхности. То есть как будто бы не существует вот этого стекла. Но оно существует. Это еще и пока еще не проекция. А это дисплей. Он стеклянный. Вот с такими вот закруглениями. Хотя, наверное, компания Vivo не любит, когда говорят, что это закругление. Это waterfall дисплей. То есть это дисплей-водопад. Поэтому давайте в понятиях, как говорится, быть четкими. Будет тупое сравнение с iPhone 11. Почему тупое? Ну, потому что, наверное, не стоит сравнивать. Их можно сравнить только по цене. 59,990 стоит официально этот гаджет. И минимальная память 64 гигабайта iPhone 11 тоже стоит 59,990 в российской рознице. Будем сравнивать только по этим, ну, то есть по этим характеристикам именно ценообразования. Что вы получаете, приобретая смартфон Vivo Next 3. И что вы приобретаете за те же деньги, если вы купите, скажем так, его конкурента в виде Apple iPhone 11. Посмотрим, на что способны камеры в этом смартфоне. Ну, и, соответственно, в iPhone 11. Общие впечатления пока вот первые, скажем так, они двоякие. Потому что смартфон сам по себе, он тяжеленький. То есть это неудобно пользоваться, скорее всего, будет одной рукой. По одной простой причине, ну, вы не поносите 200 с лишним грамм. Вот прям вот так вот, скорее всего, он столько и весит. Если честно, даже не знаю, сколько он весит. Это, ну, он тяжелый. То есть он тяжелее iPhone. Использовать надо двумя руками. Как на нем потреблять контент? Наверное, для этого он и сделан. То есть играть в игры, потреблять контент. Ну что ж, посмотрим во время тестирования. Давайте так договоримся. Примерно недельку я его протестирую. И потом в тупую, еще раз повторяюсь, я не претендую на какой-то профессионализм. В тупую его сравню с iPhone. Вы это любите. Особенно, когда сравнивают несравнимое. Мне очень нравится чехольчик. Он прям вообще хорошо, потому что он именно защищает там, где надо. То есть это углы устройства со всех сторон защищены. Я включил вот такой вот Always On Display. То есть он немножко, надо еще по тапу включить. Мне более привычно, когда по тапу телефон включается. Экран действительно безграничный. Он занимает, наверное, 99% площади передней поверхности. Но он очень тяжелый. Я вот сейчас вот 5 минут держу его в руках. И реально понимаю, что у меня рука устала. В общем, как-то так. Спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставь лайк или дизлайк, если понравилось или не понравилось. Обязательно пиши Дональда в комментариях, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.